Всем привет! Давно мы с вами уже не виделись, да и, честно говоря, сомневаюсь, что сейчас вы меня можете видеть, потому что на улице уже темно, потому что на улице уже во всю зима, а мы находимся в городе Санкт-Петербурге, который завален снегом, и сейчас по жутким пробкам в 10 баллов я очень хочу приехать на тренировку. Первую после очередного долгого перерыва. Перерыв этот был связан с тем, что мой тренер Татьяна Курочкина открывала свою собственную студию и делала в этой студии ремонт. И вот сейчас ремонт уже наконец-то сделан, и студия готова принимать всех желающих на тренировке, а я желаю и пытаюсь до туда доехать. Сейчас 18.15, а занятие в 8 часов. Я очень надеюсь, что я туда успею. Показать вам пробку. Вообще ничего не происходит. Просто стоим. Ну, сейчас музычку хоть послушаем. Сегодня день милиции, поэтому на русском радио была такая небольшая тематическая вставка. До тренировки осталось 45 минут. Я стою в плотничковой пробке на Пискаревском проспекте. Если вдруг из Санкт-Петербурга меня кто-то смотрит и знает это место, навигатор показывает, что ехать еще 40 минут, поэтому у меня все еще есть шанс успеть на тренировку. Мне уже надоело слушать радио. Я уже включила флешку, на которой у меня записан Дорн и Лепс. По принципу четырех букв фамилии выбирала исполнителей, чтобы записать. Потихонечку крадемся. И иногда поем. Я уж не буду на камеру петь, чтобы не травмировать вашу психику. Буду просто слушать музыку тогда. Представляете, сейчас на Пискаревском виадуке я видела, как в правом ряду стояла фура. Мне кажется, она даже была груженная. По крайней мере, это был, ну, вот этот сам там КамАЗ и прицепы к нему были прицеплены. И он не мог заехать на виадук и катился назад. Когда мимо его проезжало, я обратила внимание, что вроде как он даже пытается газовать, чтобы поехать, но вся фура медленно, наверное, сползает вниз с виадука. И машины перестраивались, естественно, все. И, видимо, из-за этого-то и была там пробка, потому что сейчас вот мы уже едем по Руставелле и едем целых 30-40 километров в час, что достаточно хорошо для текущей погоды. Моя пятая точка уже затекла. Я уже не чувствую ни ног, ни ту самую пятую точку. Все-таки я успела приехать на тренировку. Сейчас у меня будут две проблемы. Первая проблема – это открыть багажник, потому что за все вот эти вот морозы и снегопады багажник ни разу не открывался. И вторая проблема – найти там мою сумку тренировочную, потому что она закопана где-то глубоко-глубоко, а багажник полный. Пойду на эксперименты. Это успех, только я накидала себе в ботинок снега. О-о-о, доехала! Что ты тут делаешь? Аквариум протираю. Покаж. Как их зовут? Лукас старший, Лукас младший. Мистер большой и Лукас. Это старший или младший? Это старший, да. А вон младший. Младший, вон маленький. В общем, у нас тут не студия, а мечта. Черепахи водятся, зеленые коврики, огромный зал и целых 8 пилонов. Девять. Девять же. Да, блин, точно, девять же. Пошурует такое. Поплыл, поплыл. Ну все, плыви. Поплыл. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok